Здравствуйте! Вы смотрите программу «7 минут» сегодня у нас в гостях Владимир Владимирович Тебенихин, заслуженный тренер России, и Максим Акилин, чемпион России по гребле на байдарках. Двух этих замечательных людей объединяет то, что они во вторник 15-го числа несли по Рязани «Олимпийский огонь». Это, конечно, не единственное, что вас объединяет, я все понимаю, но тем не менее, вот это меня сейчас интересует больше всего. Поделитесь своими ощущениями, что вы чувствовали в тот момент. Ну, как и любые люди, мы в первую очередь чувствуем мандраж при виде большого количества скопления людей, которые смотрят на тебя. Большинство людей, мы их не знаем, как они относятся к этому понятию, что они про нас говорят. Ну, как говорится, а в другом отношении нет, конечно, доверие, большое доверие. Олимпиады, они такая частая вещь, а у нас она все второй раз. Была летняя Олимпиада 80-го года в Москве, и теперь зимняя Олимпиада в Сочи. И неизвестно, будет ли еще на нашей судьбе какая-нибудь Олимпиада в России, как говорится, когда ее выберут или еще что-то. Большое доверие, ну, как говорится, приятно было ощущать себя одним из факелоносцев на данном мероприятии. Маленькая частичка Олимпиады. Да. Максим, к вам тот же вопрос. На самом деле было очень страшно, тяжело, потому что мандраж много знакомых людей, но поддержка родственников, близких друзей, которые, ну, рядышком были, фотографировались, болели, там, кричали, радовались, она поддерживала очень сильно. Было намного проще этим нести, как бы, это очень важный момент в жизни любого человека, не только спортсмена, быть участником Олимпиады, хоть как бы, не самим участником, а хоть как-то участвовать, хоть малейшее участие принять. Я знаю, что официальное число рязанцев, которые присутствовали в этот момент, да, на пути несения факелов, общее число их 120 тысяч человек примерно. Верно. Но я также знаю, что очень многие из региона приехали специально, чтобы посмотреть, чтобы запечатлеть, чтобы запомнить это знаменательное событие. Вот волнительно было, что сотни тысяч рязанцев, жителей нашего региона, машут вам ручками. Конечно, это очень волнительно, в первую очередь, мы не люди, как говорится, не артисты, которые привыкли к зрителям, привыкли к множеству народу, неизвестному народу. Нам это было вначале диковато и никак не приятно, и в тот же момент волнительно, потому что тебя смотрят, тебе машут, ты машешь им, как говорится. Кто как понимает, это махание, как говорится. Ну, очень приятно, очень многие фотографировались, очень многие, как говорится, ощущение очень приятное, что в Рязани так широко и так многолюдно было принято вот это, в какие-то несения огня олимпийского по нашему городу. Потому что из-за разговора с теми же волонтерами, как говорится, они говорят, это один из больших, один из таких многочисленных публичных мероприятий, которое произошло среди других городов, которые до нас были. Говорят, очень шикарно было в Твери, где там принимали участие, я знаю, грибцы на водных, как говорится, на драконах, на байдарках, как говорится, принесли по водной глади. У нас там водоем в середине города, у нас водоем не в середине города, поэтому нам не удалось, как грибцам, пронести это по водной глади. Но в любом случае это очень приятно и очень, ну, это осознается уже немножко позже. Вначале больше волнения, как это выглядишь в народе. Костюмы подарили? Да, костюмы подарили, шапочки, перчатки подарили, факелы мы выкупили, как говорится, на память, чтобы они, как говорится, какая частица этой Олимпиады осталась у нас дома. Вам какие участки в городе достались? Мне досталось в районе метро, ну, бывшая река Павловка, теперь она называется Трубиш, ну, через мост, через Трубиш к Айшану, там вот участок мой. У меня около торгового центра «Премьер». Ну, приблизительно рядышком. Рядышком, через одного. Ну, все-таки, ребят, у вас позади уже большой опыт, много работы, да, я вот в частности и про тренера, про вашего говорю сейчас, Владимир Владимирович, вот ваши былые достижения и к чему сейчас стремитесь вы и ваши подопечные ребята? Ну, в первую очередь, сезон закончился, у нас вот только где-то в начале сентября. Сейчас начинается новая стезия, и это новый сезон 2014 года. Что он принесет, конечно, загадывать тяжело, но мы, стремления есть, большие стремления, при том, впервые в истории России и СССР в следующем году, в августе месяце, будет проходить чемпионат мира по гребену Байдар Хаканой, который ни разу еще не проводился у нас ни в СССР, ни в России. Самое большое мероприятие в гребном спорте, если брать, это были Олимпийские игры 80-го года, за ними это первенство мира и первенство Европы, это в 2009 и 2010 году среди юниоров. А вот взрослый чемпионат, самый высший эталон, который это в следующем году, впервые будет проводиться в Москве. Наша группа очень многочисленна, потому что в лице вот сейчас Максима Акилина, но у нас еще много талантливых детей, это не детей, как уже не назвать детей, это взрослые люди, осознанные люди. Это и Федосеев Максим, участник чемпионата Европы, и призер чемпионата мира Кананюк Артем, Гудимов Дмитрий, мастер спорта международного класса, победит первенство мира. Также Луканцов Евгений, призер, то есть чемпион России, это участник первенства Европы среди молодежи. Также Гусев Олег, ну много-много перечислять, то есть народу у нас, если вы за это итоги года, 2013, у нас было 18 человек от старших юношей первенства России и выше призерами или победителем первенства России, чемпионатов, участники Всемирной универсиады, участники чемпионата Европы и первенства Европы. 18 человек только в нашей группе. Эту группу мы возглавляем со своей женой, я возглавляю, как говорится. И сейчас нам на помощь подошла эта дочь наша, Маргарита. И вот мы пытаемся поднять, как говорится, в своем лице эту вещь. И наши спортсмены, как говорится, вот мы Максим Акилин, у нас семь чемпионов России в том лице, и Максим Акилин, который является в течение трех лет у нас олимпийской надеждой в Рязанской области. И за этот, ну, наверное, почин, его выдвинули как лучшего юношу на факелоносцев в Министерство спорта. Максим, вот как раз очень интересно немножко из вашей биографии узнать. Родился я в Рязани, всю жизнь жил в Рязани. Ну, в 12 лет, родители говорят, надо заняться спортом, Максим, нам надо гулять, там надо заняться чем-то правильным. У нас брали меня плавать, по-моему, бассейн Буревестника, он был закрыт на ремонт. Так получилось, что коллега на маминой работе, он бывший гребец, на конуе греб, давно-давно, вот с тренером моим вместе занимались. Вот, ты говоришь, надо попробовать тебя в греблю. Там, как бы, не только гребли, там, ну, и плавание, и бег, и лыжи, все, то есть, общая физическая подготовка на высоте. Ну, и пришел, понравилось. Сначала мне было наказание, то есть, говорили, там, за плохое поведение, за оценки наказывали, иди тренируйся. А потом мне это понравилось, и все, как бы, стало частью жизни. И теперь, как бы, ну, хочешь только стремиться выше и выше, там, первенство, и чемпионат мира, и олимпийские игры, и все такое. Вы уже стали чемпионом России. Где же вы тренируетесь-то? У нас в Рязани, по сути дела. Негде? Ну, негде, но, как нам обещали, что будет, будет где-то в течение времени. Сейчас мы тренируемся в Шумыше на обычном озере. Вот, ну, ездим на сборы в теплые города, в Краснодар, например. Вот, ну, зимой на лыжах, снегу у нас достаточно, вот. Ну, и там бассейн, залы спортивные, и все, надо. Ну, в ближайшее время у вас какие все-таки планы на первом месте стоят? Что нужно реализовать в первую очередь? Ну, на первом месте это надо хорошенько тренироваться всю эту зиму и попасть в сборную команды России. Вот. А вам в втором месте уж как пойдет. Не надо загадывать на будущее. Ну, мы будем надеяться, что у вас, Максим, впереди целая Олимпиада. Какая-нибудь, может быть, не эта, но любая ближайшая, да? Вам тренерских успехов хочу пожелать, Владимир Владимирович. Очень приятно было вас видеть в нашей студии. Спасибо большое, что пришли. А вам, дорогие телезрители, всего самого хорошего. Занимайтесь спортом, идите к своей цели. Удачи вам. Увидимся в скором времени. Субтитры подогнал «Симон»